В поле зрения специалистов попали 127 объектов исторического центра Самары, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Все эти строения в разные годы получили такой статус, многие более 10 лет назад. Почти все они уже расселены. После того, как город получил статус исторического поселения регионального значения, необходимо индивидуально изучить каждую постройку и не допустить уничтожения ценных исторических объектов. Для этого по поручению главы города Елены Лапушкиной создали специальную межведомственную комиссию, задача которой – более детально изучить каждую постройку. Члены комиссии будут ежедневно осматривать по 10 аварийных объектов с тем, чтобы дать им оценку. Цель данной комиссии – еще раз обойти объекты, которые признаны сейчас аварийными и под снос. Данные объекты в основном расселены, то есть снос этих домов ожидался либо в 2022 году, либо в 2021 году. Сейчас данной комиссии после обхода и определения, так скажем, дальнейшей судьбы этих объектов, будет принимать решение о целесообразном сохранении объекта, либо все-таки продолжить снос данного строения. По 37 адресам, находящимся в списке проверяющих, есть судебные решения о сносе. По некоторым строениям он должен начаться уже в этом году. Однако результаты осмотра этих объектов комиссии могут стать основанием для пересмотра и отмен решения. По результатам вчерашней работы 4 – это точно неценные объекты, внутриквартальные, руинированные и без признаков какой-либо ценности. 4 абсолютно точно, что они попадают, ну то есть это ценные градоформирующие объекты, они еще и попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. И 2, которые, скорее всего, попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. К примеру, строение по адресу братьев Костелевых, 30, ранее признали аварийным и собираются сносить. Но члены комиссии с таким решением не согласны. По словам специалистов, нужно по возможности пересмотреть это решение и присвоить зданию статус подлежащего реконструкции. За моей спиной как раз объект, который все согласны, вся комиссия согласна, что он попал, но не по назначению. Потому что объект, ну визуально, конечно, надо смотреть еще техническую экспертизу, но видно, что объект в хорошем состоянии, что его нужно сохранить. По адресный обход помогает определить и особенности сноса тех зданий, которые не представляют никакой ценности. Все работы необходимо провести так, чтобы не навредить соседним строениям. В случае, если у дома имеются какие-то отдельные интересные архитектурные элементы, перед сносом их будут демонтировать и обязательно сохранят. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.